Придумать многогранник, у которого две треугольные грани, две четырехугольные, две пятиугольные и две шестиугольные. А как грани могут быть сегменты? Что такое грани, вы знаете? Это то, обо что можно удариться. У многогранника есть вершины, это обо что можно уколоться. Вот когда у вас есть кукла, сколько у него грани? Знаете? Не четыре. Шесть. Вы просто не знаете смысл слова грани. Я повторяю, грани – это обо что можно удариться? Восемь. Что-что? Восемь. Восемь. Я тоже не верю. Грани у куба шесть. Это квадрат. Грань – это многоугольник. Услово многогранник, вы слышали когда-нибудь? Что это такое? Это, например, кирпич. Правильно? Более хитрый многогранник – это, например, вот этот стол. Он довольно хитрый форма, но тоже многогранник. Из чего состоит многогранник? Какие у него есть элементы? У него есть какие-то многоугольники, которые ограничивают какой-то объем. Правильно? Вот типичный пример многогранника – это куб. Или бывает пирамида. Вот надо придумать такой хитрый многогранник, чтобы у него было всего восемь границ. Два шестиугольника соединяем одной стороной. Два шестиугольника соединяем одной стороной. Дальше. Бывает у многогранник, у которого всего восемь границ. Из них два треугольника, два четырехугольника, два пятиугольника, два шестиугольника. И дальше она фантазия. Заметьте, она абсолютно не зависит от возраста. Пенсионер эту задачу будет решать так же быстро и так же долго, как и первоклассный. Задние грани шестиугольники, там есть два треугольника, все как положено. Так, поняли? Поняли, отлично. Давайте посмотрим, сколько ребер выходит из каждой вершины. Три. Замечательно. А теперь скажите мне, пожалуйста, а вот то же самое сказать понятнее можно было или нет? Коль, сделай доброе дело. Нарисуй куб. Вот просто здесь, нет, прямо под словами. Нарисуй куб. Обрезаем два угла. Давай, Коль, ближние к нам нижние углы. Вот так. Да, 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 да. Прямо вот замечательно. И еще один. Да, вот так вот. Нет, там как раз видно будет, да. Ну, разве нет? Смотрите, как у него с... Ребят, это то же самое или не то же самое? Почти длинные, только формы сторон другие. Ну, длинные чуть-чуть другие, а суть-то та же самая. То же самое, два треугольника, два четырехугольника. Согласны? Да. Спасибо. Спасибо. Решили мы эту задачу. Здесь 4, там 4, плюс 5, 6, 6, 5, два треугольника. Так, отлично. Так вот, это еще не все. Давайте мы изменим эту задачу. Откажемся от шестиугольника. Пусть грани будет всего 6 штук. Два треугольника, два четырехугольника и два пятиугольника. Как вы считаете, может такое быть? Нам надо взять два пятиугольника. Смотрите, когда вы кто-то конструируете, правильный способ я возьму, да? Я возьму два пятиугольника. Да, давайте. И еще один такой же пятиугольник будет. Так, единственное правило. Невидимую штуку положено рисовать пунктиром. Вот, посмотрите, как рядом нарисовано. Да. Да. А это как раз будет видимо, поэтому этого зря. Не надо стирать пунктир, надо было, наоборот, прямой пройти. Там будет невидимо. Да, вот там будет невидимо. Невидимо, невидимо, невидимо. Да. И здесь. Так. Здесь тоже невидимо будет, потому что будет заслонять. Да. Итак, вы взяли два пятиугольника, так что образовалось что-то такое в виде захвата. Да. Соединяем вот здесь пунктир и здесь пунктир. Пунктир. Да. И здесь соединяем по четырехугольникам. И с той стороны тоже имеем по четырехугольникам. Нет, уже все. Уже все. А, так получается, что... Давайте вы проведите видимые ребра. В предыдущем случае мы сказали, надо отрезать у куба два угла. А здесь? От чего? От цитраика. Есть такое понятие цитраика. Это многогранник самый простой из существующих на свете. Это многогранник самый-самый простой из существующих на свете. И смотрите, что мы можем сделать. Просто обрезать у него два угла. Вот смотрите. Обрезаю вот так. И, например, внизу обрезаю. Видите, что возникли треугольники? Да? Возникли четырехугольники, возникли пятиугольники.